Здравствуйте. Принесите, пожалуйста, документы, я жду на то, что это судебная парковка. Я не могу принести к участку. А почему решили, что я не судья? Друзья, перед просмотром этого видео прошу вас поставить этому видео лайк, написать множество комментариев, что вы думаете по этому поводу, а также подписаться на канал, нажать на колокольчик и подписаться на наш телеграм, инстаграм и группу ВКонтакте. Все, смотрим ролик. Производил, да? Производил, да, он вред. Что же вы не жуете, чтобы достоверение? Что вы не хотите? Что вы не хотите? Ставьте, что вы не хотите. Статья 12, что мне налетали? Статья 12. Отставить ручки. Да, спокойно, достоверение покажи. Что там на руке за татуировка? Татуировки допускаются? У нас это не нужно. А кого должны касаться, что на него работает? Старший лейтенант, не дрожать. Старший лейтенант полиции Шишканов Андрей Владимирович, до какого года, 31 августа, стоять ровно. Какой, какого года? Ровно мне или нет, хорошо? Я говорю, не дрожать. Вы провоцируете просто специально. На что? Ты смотри, разговор с тобой. Шоу. Здравствуйте. Можете это, давайте я не буду с вами лучше разговаривать, хорошо? Мойчи. Все, оболчи. С вами начало, только профиль. Давайте не сдавайте, а тут сами определяются. Разговариваться ко мне отнесем. Распоряди меня действием, как завязан. А сейчас я распоряжусь мне. Как немерено, считать не можешь? Чем веришь, граждан? Меря. Что, давайте, не давайте. А вы однануете, да? Почему? Применил ко мне физическую силу. Подвинул меня. Вот он. Подвинул меня с камеры, говорит, подвинься. Я не хотел двигаться. Я вообще даже не успел им что сказать. А, то есть и он сказал. Только гудок пошел, он сразу мат, перемат. Шоу. Я говорю, у меня Саша. Шоу. Мамик, Липон. Есть пистолет? Восемь девяшек. Что? Пистолет есть. Собой, наконец. Вы подчестные официары должны пойти выполнить честь официара. Там на улице надо будет, там полицейские есть на улице, у которых есть нагрудные значки, они нарушают закон. Нагрудный значок нужен только при массовых мероприятиях, а они пришли сюда. Здесь нет массовых мероприятий. Вы почитаете закон тоже полиции? Там прописано. Да мне его не надо, вы должны почитать. Я его знаю. А статья 5-я, 5-я, 4-я выполнили? Конечно. Выполнили? Конечно. А ну посмотрите на папу. Он старше позвонил, он отцы годится. И скажите, что вы выполнили статью 5-й, пункт 4-й. Представились мне? Есть определенные парады, когда представляют, а не представляют. При обращении, да, к гражданину, я так понимаю, да? Когда сотрудник полиции подходит, сотрудник полиции подошел, он представился, правильно? При предъявлении требований. Нет? Там написано, подходит, да? Выбердование тоже нет? Он там окошко... Я плохо читаю по розыску. Там открыт. В статье 5-й написано, что когда полицейство подходит, не про обращение гражданина, да? А если он не подходит? Откройте ему, пожалуйста. Как вы держите таких немчих? Я думаю, не очень. Вы же знаете лучший у него закон. Процитируйте его, пожалуйста. При обращении гражданину сотрудник полиции обязан... Давайте суть вашего заявления. Давайте дома будете жене говорить. Я разговариваю с старшим поздом. Вот мы сейчас вернемся к 5-й статье. А вот статья 25, пункт 5, гласит. На форуменной одежде сотрудника полиции, несущего службу в общественных местах, это общественное место? Нет. Размещается нагрудный знак, позволяющий идентифицировать сотрудника полиции. Каким образом я, как гражданин, могу идентифицировать вас? Вот вам статья еще раз, вы сказали почитать, но мы почитали. Такого-то числа, в таком-то месте капитан наврал мне по статье 25. Я вам советую больше говорить ничего, потому что должно писать будет. Лучше можно. Молчайше за золото. Скажите спасибо сотрудникам третьего отдела полиции, лично Шишканову. Это самовременного. Человек в этом состоянии, самовременный. Если они сейчас могут его завести к нам, или сутка. Кончите, сказать, что он вбежал. Самое интересное, ребят, она понимает, он же говорит, что он не задержан сейчас. А где он сейчас? Судья мне говорит, у него проблем нет. Он не задержан. Здравствуйте. Вы слышали, он не задержан. Так удержание человека в неволе уголожной стоят. Наряд полиции на здании, гражданской службы, тещь. Четыре часа катались по Москве, вот так вот, дать только хорошо, куда приехать. В Москве? В Москве был? В Москве, на МКАДе. В лесу. Там можно как-то запендинговать. Да, это ж можно проверить. Да, нам генерал подписал, наверное, на Москве уже. Ну, генерал подписал. Пытки? А на МКАДе выросли? Только на МКАДе, да? По пути. Конечно, старший лейтенант. Заявление примите? Куда вы? Так, ребят, у нас товарищу плохо. Если кто, поможет, донести по дереву, мы тебе поможем. Плохо мы донести по заявлению в отделе. Не регистрируйте заявление в отделе. То есть мы ее там тоже в том... Подождите, он сейчас задержанный? Он сейчас задержанный? Он сейчас задержанный? Да, нет. Садьки, на него есть колокольчик. Пойдем со мной. Берем, братья. Он задержанный. Уберите руки. Это вы руки уберите. Руки уберите. Разъясняем право. Давай. Вам разъясняем. Берите его, пожалуйста. Куда заберите? Никогда его не забираем. Чтобы он пересесел на другой стул. На другой стул он пересел. Отойдите. Вы правосудные или нет? Отойдите. Кто вы такие? Издевайтесь с этим человеком. Что вы делаете? Он что? Не может шевелиться, что ли? Не может сходить. Все, отойдите от него. Никто лет еще не виноват. Все. Отойдите от него. Мне предпочитает в поле сходить, да? Что, Шишканов толпает? Вы молодой и здоровой. Издевайтесь с этим, брюки. Что вы делаете? Посмотрите на себя. Кто вы такие? Кто вам дал романку? Скажите. Майор, я с вами разговариваю. Майор. Нет, закон. Нет, закон вы крутите. Таксы вы добили, что ли? Иди. Так, подождите. Давайте садим его доведем. Что они за ним издеваются? Подождите, полицейский. Ядро. Остановитесь, пожалуйста. Мы в туалет отнесем. Сейчас его донесут. У нас есть друзья, его донесут. Отойдите, пожалуйста. Ему тяжело ходить. Ребята, кто поможет донести? Давайте, давайте. Кто поможет донести? Давай, препятствую, баньте. Кузнецов, кто выполнял. Вы препятствуете помочь? Вы препятствуете, чтобы он на руках отнесли? Вы препятствуете исполнение нашей обязанности. 15 лет на меня оформите, это за то, что я хочу оказаться от своего пола. Не надо мне пока. Я предупреждаю. Антон, вам плохо. Садись. Помогите, ребята, донести. Донести помогите. Донести, донести. Не надо. Ему плохо, я же вижу. Держите за руку. Возьмите вы на руку. А мы горование не трогаем. Где? Где я вас трогаю? Я вас трогаю? Так, подождите, скажите, да. Он задержан или нет? Я вопросу задержан. Вы препятствуете. Тихо. Ребят, помогите поднять. Помогите, коллеги, помогите. Товарищ полицейский, не надо ему помогать. Вы не представляете их интересы. Вы инициаторы обвинения. Дайте людям помочь. Он сейчас задержан или нет? Он сейчас задержан? Да, тогда он сказал. Я уже вам объяснил. Про нашатырь. Я не знаю, давайте все разъясним, кажется. Вам уже больше поясняют. Дайте протокол спрашиваю. У вас нашатырь есть? Майор, не заикайся. Потом будешь заикаться в комитете. Можете мне рассказать? Твойцы или чё? Здесь Чешканова в соседней комитете. Мы, собственно, можем привлечь майора за то, что он безнадежно. Старший лейтенант, с тобой разговариваем. Я слушаю вас. Почему вот этот человек без значка на грудном? Значок при охране общественного порядка не оподелывается. Что, он безобразие здесь у нас? Вы не охраняете общественный порядок. Отойдите, пожалуйста, отсюда, полицейский. Без значка. Чем вы здесь занимаетесь? Дайте мне ее смотреть. Почему он ненавидный? Вот еще один без значка. Почему он ненавидный? Я бы сейчас повесил. Повесил, пожалуйста, я вас первый раз. Шишканов? Ну, я соберу полицию. Шишканов. Ну, а вы на каком основании у вас права печень? Прекратите это. Вы же пишете. Общественный порядок. У вас значка нет. Все в наличии. Кто вы? Причем ознакомиться. Потому что... Потому что вы на защиту. Чуть без следей. Я разъясню. Откройте окно, пожалуйста. Окно, откройте. Кузнецов, займитесь делом. Откройте окно. Капитан. Старший динамик Кузнецов. Что? Откройте окно, пожалуйста. Открыться, пожалуйста. Ну, я вас попросил. Вам что, сложно, что ли? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Вы знаете, вы сколько? У вас Шишканов есть. Он воевал, он знает. Вы сказали, он задержанный. Да, да, административно. Ответьте, пожалуйста. Афиксируйте. Если документально, тем более шарфизм. Товарищ полицейский. Так, здесь приставы. Шишканов не справится, что ли? На охране, да? Да, да, уберите камеру. Камеру уберите. Все. Камеру убираем. А вот это кто за вами? Что мы за мной начнем? Ну, обидное место повесило. Бедного. Так а что вы сюда тащили? Сиди, я говорю. А он ее тащили, вот сам. Пусть точно. А что? Он, вовлет попросился. Вы его сюда приучили. Донесите, ребят. Дайте нам помочь. Кто может донесить? Дайте помочь. Пройдите, кто может. Может, туда его в туалет? Подожди, подожди. Я его сам ввесил. Вал, у тебя очень вовлет. Старший пристав. Старший пристав. Может, туда его в туалет? Там, видите, все. За ним. Вы, дайте. Дайте, дайте. Вы, руки, берите. Это вы, это вы. Я исполняю суженную обязанность. Я вам, пожалуйста, не буду. Сейчас его, вот. Присутим. Он, 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 плохо, блин. Так, проходит, чей-то. Занесите, занесите. Туалет, ну, занесите в туалет. В туалет сначала. Туалет открыли, приставы. Занесите. Фига. А может, кто-то пойдет занести с ним? Друг они ему плохо сделают или больно. Я, да. Мы втроем ждем. Все. Идите, пожалуйста. Просто одна с вами. Я говорю, садись со мной. Он говорит, я не буду. Нет. Не сядь на себя. Человек умный весь. У меня и вас, оказывается. Да он нормальный. Еще говорят, народ. Народ у нас нормальный. Он просто введен в заглуждение. А если бы он не был введен в заглуждение, они будут давным-давно помогать в грехе к ответственности. Это правильно. Здорово, ребят. Вот каждый из вас взять все протоколы по тех, которые вы когда-то оставляли. Да? Поднять все дела, обортили. Вы их сжигать-то будете, когда придет время часа? И каждый вас отдельно пересмотреть все дела и спросить потом людей. А, ребятушки? А куда делись-то, куда делись-то, куда-то, да? А почему здесь защитника не запускали? А почему вот это? И вы будете отличаться. Вот почему сейчас материалов делай с чем-нибудь, понимаете? Это да. А? А тут эпичный юб. А они фотографии не могут. Как мать. А до этого все, их там опускали. Начальники там имели во все-все щели. И они говорят, народ трусливый. А они не трусливые. Они не могут сказать, что подпустился у него начальник. Потому что они боятся за ракеты на свою пенсию ранее. И они говорят, что надо чего-то... Не задерживать. Что же вы, может, не нас обманываете, а? Не давно уже сказала, закончилось. А ему выходить можно за? Да. Гриброва, позовите к свободе. Ишканов, тебе же этот суд три года даст. Ты что? Этот же суд. Ты ворон, оказывается, а? Человека решали свободу. Чистая, 286-я. Незаконно решали свободу. Лейтенант, я с тобой разговариваю. Чего ты мне врал? Чего вы смешно? Ему десятка светит. Вам смешно? Да. Лейтенант, с тобой разговаривай. Чего ты врал мне? Скажи. Я спросил, он задерживает. Говоришь, да, задержанный. Да? Конечно, не задержанный. А почему вырежутся? А судья говорит, не задержанный. А что вы так говорите? А как с тобой с вруном разговариваешь? Значит, ты врешь. Судья определился, он не задержанный. Чего ты, тик у тебя какой-то, дергаешься? Нервы у тебя? Наш пройтасы, лейтенант. Лейтенант, я стою к тебе меньше двух метров. Что ты поворачиваешься ко мне спиной? У меня он длиннее. Отойди подальше. Вот так вот. Попасаешься? Первый капитан, который предлагает подписаться. Сейчас полкан тебя на бутылку посадит. Вот вы вруны. Майор, вот ты старший по званию позволяешь вот такие незаконные действия. Вот этот, который утих, он наврал столько на камеру, что-то задержанный. Вот скоро вы будете. А как мы будем плясать, когда вас будет задержанный? Знаете, столько народу будет радоваться. Вы что, что-то? Я лично буду приходить к каждому на суд. Он задержанный, да? Андрюш, матюгальник. Вы судья нас обманул, а? Ну, подскажите. Слышал же, что я тебе сказал? Ребят, к сожалению, может нам извиниться перед ними? Судья нас ли у вас заблужден? Конечно, там человек за магазин пошел на работу. Кому мы доверяем? Судье какой-то? Конечно, сотрудникам полиции. И самое интересное, давайте сделаем проще, чтобы на вашу жалобу не поступали. Они с оружием, а с оружием только конвой. Они не конвой. Да, если он не задержан, он не конвой. Он в 14 часов не задержан. В 14 часов. Давайте, опишите, пожалуйста, эти самые данные и рапорт начальника. И рапорт передайте, да, чтобы к дисциплинарной ответственности привлекли. Они знали, что с оружием им нельзя в суд приходить. Конечно. Я вас глупоизовала, я бы вас произвели о себе. Если бы я вас назвал глупым, вы бы сразу меня привлекли. А я бы думал, что так же, как вы. Нет. Это сейчас готово? Да. Уже по всему интернету безнал. Слушай, давай, ты сонарьешь, чтобы применить силы. Давай, ты сонарьешь. Давай, ты сонарьешь. Давай, ты сонарьешь. Давай, я сонарь. Саня, блядь, я давай, будешь наверху, я сонарь. Меня зовут Александр. Давай. Что ты хотел? Давай. Этот вот по лицейсии. По телефону разговаривает. Он меня спрашивает, как. Сколько там много людей. Сидят они и думают, давно нас так не чмарируют. Ох, как мужики какие-нибудь. Почаще журналистов задерживайте, и будет о вас вся страна знать. Вот хочу о майоре целую поэму написать. Сдержанность, мужество. Так он храбро себя с судей сегодня вел. А домой придет, скажет, я, папа, защищал родину. Стрелял налево-направо. Там журналисты были. Как Андрюх сказал, толпа. Калаши давайте тащите. Наручник, стяжки. Почему он ржет? Полежи ему ушко, может он пришел в себя. Дрюх, так расскажи, как ты будешь командиру смотреть в глаза. Дать тебе запись, как ты разговариваешь в отделе со своими подчиненными? Не подчиненными? Не подчиненными, там сидим за себя не сделан. Майор. Разоружи его, а то он застрелится. Для того, чтобы застрелиться, должна быть честь и совесть. Честь? Да. Да, Макар нужен и сам. Какая честь. Капитан вообще не сотрудник полиции. Он сказал, что он гражданин больницы. Да. Ствол украл, форму тоже, а полицейского съел. Я в лес в окно или ты в лес в окно? Все в лес в окно. А что ты меня тыкаешь? Так мне позволительно, а ты-то по уставу дома, я называю самой на вы. Он не полицейский, он его убил и съел. Он доктор сказал. Тыкать дома будешь? Самой на вы разговариваю. Гражданин. Или для тебя не товарищ. Хорошо, гражданин. Никак не могу быть таким, как ты, товарищем. Приду домой, тык, значит. Что? Приду домой, тык, значит. Прямо с двери начинаешь. Прямо с двери, что тык. В зеркало. Ты обычно за что-то, в кулачок? Не знаю, что бутылку. Ты же знаешь ситуацию, какая была на Украине? Нише. Потому что, знаешь, там этот, собрали каких-то? Беркут. Беркут. Они все побежали в Россию. Правильно? Ты куда побежишь? Кому ты нужен? Украина. Украина? Там такие сжигают. Для дураков в Украине. На Украине. На Украине. На Украине. Горишь? Да. Тебе здесь сжигают? Зачем бежать? Начинать. Зачем я это буду делать? Ну, вы же тут угрозу представляете себе. Угрозу? Да. Сожгу, да. Все со здоровьем, все нормально. У него, Дарья, ясновидение. А вы доктор? Да, я врач. Педиатр. Ну, прекрасно. Вот я тебе советую. Или ты превратись в человека и введи себя по закону, дабы не пришлось их бежать пока. Чего вы такие не понимаете? Вы же не глупые. Вы же как-то купили эти формы, правильно? Там, звание, должность. Вы же не глупые, должны понимать, что эта картотека наполняется, наполняется. А потом, не дай бог, как в 17-м году, вот нашли вас за танки, за ноги. Раньше за подводу. Супляли лошадьми, разрывали этих жандармов. Вот скажите честно, почему вы здесь заедете, если он не под арест? Судья придет, не под арест. Да. Могу, ногу, ногу. Кого? Нет, вы не можете его сейчас заедать. Вы могут. Чем вы здесь занимаетесь? Для меня вот, чисто солдат спит, служба и еда. Я же, может, ответил, там, вы снимали. Это лавас? Я не по таким, как бы, я снимаю девочек. Фиксировал на камеру. Правильно выражаетесь. Хотя, может, кто-то голос снимает. А что вы ответили, скажите, пожалуйста. Что он задержан. Что он задержан, или вы его конвоируете? Как убийство не теряло. Статья 140. Вранье. Да. Предоставление заведомо ложной информации. Лейтенант. Да. Это же недоразумение, что ты пока старший. Это мы скоро исправим. Старшие отряды будут почему? На красной зоне. Снеглобу на тебя оденем по глазам. Пойдешь ты на то жизнь. Нет. Рано в небеса смотришь. Тебе еще мучатся. Годиков так пять. Как минимум отсидишь. А где он воевал-то выяснили? Где воевал-то говорю? Воевал? А что ж ты нам говорил? Я воевал. Ты же говорил в отдельном же. Ты воевал. Смотрю, на тебя вроде молодой ты воевать не мог. Войны у нас не было никогда. Только спецоперации было. А ты воевал. Командиру наврал, чтобы получить старшего лейтенанта. А он не проверил твое досье. Она может вопрос по таким основаниям прекратить, потому что это неустранимые сомнения. Ну, неустранимые, но походи. Так подожди. Сейчас она... Ты не знаешь, что два протокола нельзя цифровать? Если бы он знал, он бы не служил бы. А он и не служил бы. Он работает. Он же делал вид, что служил бы. Да ладно, пойдешь как этот... Разгоняешь митинги, это основание у тебя есть? Митинг, когда идешь, разгонят, бьешь людей дубинками. Какое основание тебе придет? Если он наружает, то честно, порядок. Так что, дубинкой его надо бить? Ну, каким образом наружать, смотри. А, что он тебе палкой бьет? Ну, да. А, если он бьет, а если он не бьет? Вот он стоит с плакатом в руках, а его хрят. По ситуации смотри. По ситуации. По ситуации надо наружаться. А там начинают включаться методы устрашения, потому что толпа, когда начинает уже двигаться, ее надо как-то усмирять. Только страх. Да. Шашканов предупреждает. Ну, предупреждает, да. Если бы они знали, что был бы у нас страх, мы бы сейчас с ними здесь не общались. Шашканов составлял в отношении его материал. Шашканов выдвигал законные требования, якобы. Хотя никакого требования он вообще не выдвигал. А Шашканов-то кто? Вот. Андрей Владимирович. На вершине. Да. Андрюшка Матюгальчик. Шашканов применял насилие, когда из больницы его похищали. Как опозорил, как у него не особо. Получается, похитили его из больницы-то, да? Вот я Кузнецову предлагаю явку с повинной в комитет. Может, под подпиской походит, условку получит. Вот, Кузнецов, добрые глаза, вот, парень, правда. Я поделюсь этим сам, поэтому у вас почти не нужно предлагать. Вот адвокат, он, кстати, защищает, наверное, сотрудников. Так что, может проконсультироваться. Скажите, что им грозит? От 3 до 10, часть 286, часть 3, пункт АБ. Ну, обычно мало дают. Да, условно там. Шашканов дадут, 3, 4, 4. Нет, так зачем? Мы же сделаем митинг, сразу организуем возле суда. Не допустим, не простим. Плюс ему 140-го. Какая условно, да? А тем, кто Пашу ломал? Твою же самое. Я могу простить, если выйдешь на рим со мной. Выйдешь один мужик, если ты мужик. Это не наш метод. Что сейчас, простить на рим? Боли грамм. Шашканов застрелился. Шашканов с оружием. Так что аккуратнее. Он тоже с оружием? Да, он с оружием, конечно. Принцип, вы как пустили. Выслал лонер, сказал, что... Рассматривайте, в солнцем и тщательной комнате. Что рассматривайте, с какой ходатайся? На прекращение. Подпишитесь на канал. Обязательно поставьте лайк. Много-много лайков должно набрать это видео, чтобы все увидели, какая у нас полиция. Все увидели, какие беспредельщики у нас там служат. Ну, хотя работают, что они там не служат. Служат, когда народу и по закону все, да? А эти, ну, вы сами видели. Пишите обязательно множество в комментариях, что думайте по этому поводу. Чем больше, тем лучше. Только так же это продвигает видео. Это позволит большему количеству людей открыть глаза, в какой стране они вообще живут. И что с этим надо что-то делать. Ну, и подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм и группу ВКонтакте. Ссылки все в описании. Все, всем удачи, всем пока. Берите за свои права.